Большой киномарафон по всей стране, от Камчатки и Сахалина до Крыма и Калининграда. Открытые сеансы, встречи со звездами, концерты и мастер-классы. Десятки тысяч зрителей приняли участие в первой всероссийской акции «Ночь кино». Главным залом в столице стала театральная площадь, где можно было не только увидеть фрагменты любимых лент, но и услышать музыку из фильмов в исполнении Дениса Мацуева. Обо всем подробнее Муниса Усманова. Сцена 1, кадр 5, дубль 5. Начали! Фильм, фильм, фильм. На каждом углу киностудии ремейки легендарных лентфильмовских картин снимают профессионалы в ролях любителей. Говорю, ты не можешь сказать, что говорит, что твоя любимая жена? Кинопробы по всем канонам. Гримм, костюмы, сценарий. Эти съемки, конечно, развлечения, но тот, кто загорелся, всерьез мог записаться в настоящую актерскую базу. Очередь из желающих собралась мгновенно. А кого бы вы хотели собирать? Гоголя. Он похож на Гоголя, кстати, да? Вот смотрите, если ему такой каре отрастить, он вообще на Гоголя похож. Я всю жизнь хотел попасть в актерскую базу с детства. Мне интересно вот это само таинство кинематографа. Путешествие в пространстве и времени. Петербург 19 века. Мосфильм в ночь кино открыл всем желающим свои павильоны. Эта улица за моей спиной была когда-то и Лондоном, и Парижем, и Римом. Все настолько реалистично, что сложно поверить, что эти здания сделаны не из камня, а из пенопласта и дерева. На соседней киноулице Москва словно с дореволюционной открытки. Двухэтажные домики и потертые вывески. А что если целый полуостров, сплошная кинодекорация? В Крыму снято не меньше тысячи картин. И сейчас легко встретить очередную съемочную группу. В ночь кино здесь устроили квест. В руинах Херсонеса найти знакомые кадры из фильмов. Нет, бочка там была. Там была мама и царь Султан. И они вышли, выбили бочку. Те, кто узнает колокол из Буратино, на всякий случай рядом, также закапывают монетки. Просто великолепные места, великолепная природа, море, горы, много бухт. Очень красивое, фаентогеничное место такое. Поэтому режиссеры выбирали такие места. Кинолихорадка захватила 1800 площадок в 27 регионах России. Кинотеатры, библиотеки, музеи, парки. В Таганском дети не просто смотрели мультики, а создавали их. Пластилиновая анимация оказалась занимательной, но непростой. В тени-то сам таял. И вот все сложнее и сложнее, каждые детали надо было все строить. И дерзь. Для меня самое сложное было придумать фон. У меня проблема с фоном. Кульминация праздника. 120 лет российского кинематографа в знаковых кадрах и нотах. Денис Мацуев и Российский национально-симфонический оркестр у стен Большого театра исполнили мелодии из фильмов. При подготовке концерта пианисты не скрывал, что программу составлял субъективно из своих любимых картин. Судя по реакции зрителей, не прогадал. Музыка является одним из самых главных действующих героев в кино. Человек, который думает, вспоминает какой-либо фильм, естественно, у него сразу мелодия. Встреча Штирлица с женой. Сразу, мгновенно, вот у тебя видеоряд, и это гениальная мелодия Таравердиева. Понимаете, это вещи неразделимые. Настоящий рок на рояле, чтобы озвучить самый непростой период для русского кинематографа 90-е. И полная импровизация от виртуоза. Метафора кино нашего времени. Ведь каким будет следующий виток, пока неизвестно. Но в Минкульте обещают поддержать талантливых молодых режиссеров. Если в прошлом году из федерального бюджета было профинансировано три кинодебюта. Это фильмы новичков, но большие, дорогие фильмы. В этом году 24. В этом году правительство запустило программу софинансирования открытия кинотеатров «Малых городах». Планируется открыть за два года 450 современных кинозалов. До глубокой ночи в десятках кинотеатров бесплатно шли и новинки, и классика. Правда, так фильмы в России еще не смотрели. Гости парка Горького целым залом подпевали и танцевали вместе с Мэри Поппинс. Самое необычное. Волшебное. Да. Одно дело смотреть фильм, другое дело участвовать в фильме. Тем более в фильме детства. Организаторы заверили, что акция повторится на следующий год. И уже есть новые идеи, как сделать ночь в кино незабываемой.